Здравствуйте! Сегодня в рубрике наши тесты не автомобиль, а средство для его спасения. Рывковый трос. Вещь, которая так или иначе понадобится любому автомобилисту, особенно владельцу внедорожника. О том, как правильно обращаться с рывковыми тросами, какие они бывают, для чего они нужны, в программе наши тесты. Когда джипинг в России только зарождался, когда появлялись оффроудные соревнования, покатушки, то рывковых тросов как таковых практически не было. Даже такого понятия, в общем-то, не было. Дергали машины чем попало, начиная от стальных тросиков, которые вырывали буксирные проушины, даже бампера, и заканчивая знаменитой киперной лентой, которая немножко растягивалась, и с помощью этого удавалось поддернуть машину правильно, относительно правильно. Теперь же посмотрите, это только в Москве. За один день были собраны по компаниям, которые торгуют джиперским оборудованием, по строительным рынкам, по магазинам, которые занимаются текелажем и специальными веревками и тросами. Вот такое количество рывковых тросов, притом они именно могут быть использованы как рывковые тросы. О том, что из себя представляет это средство спасения внедорожника, мы расскажем подробнее. Для того, чтобы закрепить любой буксирный трос или рывковый, нужны проушины. Притом проушины должны быть именно предназначены для того, чтобы крепить трос. Потому что часто бывают места снизу на раме, либо на лонжероне, которые являются грузовыми проушинами, то есть которыми крепят автомобиль при перевозке, скажем, на железнодорожном транспорте или морским путем. А для того, чтобы крепить трос, особенно рывковый трос, нужны мощные, надежные проушины предназначены для этого. Как вот, скажем, на этом автомобиле, здесь, как вы видите, установлен специальный бампер, так называемый силовой бампер, который является прекрасным средством для того, чтобы поднимать ее с помощью домкрата, крепить тросы, крепить лебедку, которая ставится внутрь этого бампера. Но сейчас не об этом. Такие проушины хороши тем, что их можно использовать для любого способа крепления троса. Скажем, с помощью крюка или с помощью специальной монтажной скобы, так называемого шакла. Вот давайте посмотрим, как это делается. Шаклы тоже бывают разные. Вот здесь два примера. Один поменьше, другой побольше. Если вы пойдете на строительный рынок, то увидите огромное количество. Вот таких вот малюсеньких, которые, естественно, не будут работать с автомобилем. На серьезных профессиональных шаклах есть маркировка по тому весу, который выдерживает этот шакл. Здесь, например, указано 4,75 тонны. И это немного. Есть гораздо более мощный. И это хорошо, потому что чем мощнее шакл, тем больше рывок он выдержит, тем меньше вероятность, что его заклинит. А крепится шакл таким образом. Заводим палец, закручиваем не полностью, а до упора, а потом на четверть оборота отворачиваем обратно, чтобы его не заклинило, когда будет рывок. Так гораздо проще потом открутить. Трос, соответственно, крепят вот к этой части шакла. А там, где заворачивается палец, этим местом присоединяют к автомобилю. Важно, чтобы было не наоборот, поскольку все-таки на более-менее гладком и ровном трос, естественно, будет держаться лучше. И не будет заклинивать, не будет работать на каких-то острых углах, что иногда бывает критично. Вот таким образом крепится рывковый трос и буксирный трос к автомобилю. Проблема с проушиной может возникнуть, если они не подходят по размеру. Вот как, например, сзади у этого автомобиля стандартная, давайте посмотрим. Мало того, что она размещена не очень удобно, хотя это требование безопасности, чтобы острые проушины не торчали из-за бампера. Но и просунуть шакл туда непросто. Вот этот небольшой еще входит, а вот тот профессиональный побольше уже никак. Кроме того, элементы бампера мешают. Прерывки могут быть повреждены, согнуты. А если трос попадет между, скажем, каким-то образом захлепнувшись, между шаклом и вот этой вот острой кромкой бампера, его можно просто перерезать, поскольку нагрузки очень большие. Представьте себе рывок мощностью в несколько тонн. Перед тем, как приступить к испытаниям, мы довольно долго искали место, где бы застрять поосновательнее. И неожиданно попали в такую западню, что выбираться пришлось с помощью лебедки. Лебедкой получается стронуть автомобиль мягко. Не надо делать рывков, как это обычно происходит с тросом. И поэтому, в принципе, это более щадящий способ, конечно. К тому же, более мощный. Подтаявший лед крепко держал машину за мосты, хотя оказался недостаточно прочным, чтобы вынести вес внедорожника. В общем, провозились почти два часа. Тянули, кололи лед, снова подтягивали, подкладывали траки, поднимали машину. Словом, выбрались хоть и не триумфально, но с минимальными потерями в виде гнутой рулевой тяги и выдавленной льдиной передней фары. Лево, руляй! 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 Фактически мы выбрались. Я должен сказать, что рывок достаточно мощный. Пружинит эта стропа не слишком хорошо. Стропа от грузовой парашютной системы очень прочна, но обладает посредственной растяжимостью, зато стоит чуть больше тысячи рублей. Итак, вот такая вот, с позволения сказать, стропа. Она собрана из нескольких свернутых, определенным образом засунутых в свой разный чехол. Ну, возможно, пригодна для вытаскивания тяжелых автомобилей, поскольку растяжимостью не слишком велика. Скажем, Ниву или Гранд Витару, легкую трехдверку, им не получится вытащить рывковым способом. Слишком жесткий. Вторым номинантом в нашем соревновании, в нашем конкурсе рывковых тросов выступает вот такая вот, ну, можно сказать, веревка. Толстая веревка, плетеная и скрученная. Заранее могу сказать, что у нее есть неприятное свойство. Она растягивается только до тех пор, пока выбирается вот эта вот скручилась. Потом она становится как каменная, как стальная. Ну, посмотрим, как она работает в реальных условиях. Ну, что же, это значительно лучше. Она намного мягче. Рывок у нее практически неощутим. Жесткий. Вот, я думаю, что процентов на 10 она вытягивается, но вот уже чувствуется, когда я сматываю ее обратно, она начинает перекручиваться вот за счет этой вот скрутки. То есть постепенно-постепенно у нее выбирается вот эта слабина, пока она не станет прочной. Традиционный канат – очень неплохой вариант для легких машин. Недорого и мягко. Большое остаточное растяжение и требует иногда несколько подходов. Третий у нас номинант уже, я бы сказал, профессиональный инструмент. Вот такая вот широченная стропа, прошитая с заделанными петлями, купленная в специальном джиперском магазине. Попробуем, как она работает. Вот это да! Вот это рыбочек. Нет, он совершенно не растягивается, ну или, по крайней мере, не рассчитан на такой вес. Может быть, им удобно будет вытаскивать ГАЗ-66 каким-нибудь Уралом, но вот для нормальных машин он не предназначен точно. Слишком жесткий. Эта стропа выдержит рывок тонн в 10 запросто. Это значит, машина должна быть около 4 тонн плюс груз, ну, скажем, хаммер. Вот такой вот, скажем так, плетеный канат. Очень мягкий и с виду не слишком мощный. Здесь все зависит от того, какое содержимое вот этой вот оболочки, поскольку сама она может тянуться бесконечно. А вот что там внутри непонятно. Результат мы пока не станем. До испытаний. Ну что же, поехали. Однако. Ну, меж тем, он вполне справился с заданием. При этом стал заметно тоньше. Но машину вытащил. Плетеный канат – очень интересное изделие. Из Америки работает мягко, но долго восстанавливает первоначальную длину. Об этом нужно помнить. А теперь у нас вот такая вот инфернальная конструкция, широченная стропа, судя по всему, двухслойная, с заделанными петлями, прошита довольно толстой ниткой. Я думаю, что она должна выдержать рывок, ну, 10-15 тонн, возможно. Посмотрим, как она сработает в этой ситуации. Эта стропа вызвала неоднозначное мнение у меня и у моих коллег. Я сидел в машине, и у меня рывок был очень мощный. Мне показалось, что она недостаточно эластична. А вот человек, который был в буксире, как раз наоборот, почувствовал рывок после того, когда машина уже остановилась. Все-таки она растянулась. Таким образом, эта стропа, можно сказать, работает, но с ней нужно обращаться очень аккуратно, чтобы не повредить автомобиль, который мы пытаемся вытащить. Эта китайская стропа неожиданно неплохо себя показала, тем более она недорогая, около 2000, но требует аккуратности, очень мощная. А сейчас у нас настоящий шедевр джиперской мысли. Рывковый трос, стропа от самого известного, наверное, производителя дополнительного оборудования в мире. Посмотрим, на что способна известная марка. Удивительное дело, все сработало как нельзя лучше. Никакого мощного, жесткого рывка. Практически идеально. Вот эта классическая рывковая стропа, какой она должна быть. 15 тонн на разрыв, а великолепно работает с трехтонной машиной. Вне конкурса у нас выступает вот такой вот трос. Он хоть и выглядит точно так же, как и все остальные, но этот трос буксирный, заведомо буксирный. Если он не должен использоваться как рывковый, тем и интересно его испытать вот в такой ситуации, как у нас получилось. То есть использовать его как рывковый. Посмотрим, что получится. Да, пожалуй, он свое предназначение на 100% выполнил. Это буксирный трос, а не рывковый. Либо рывковый, но для очень тяжелых машин. К сожалению, у нас такой нету сейчас, и мы не можем это подтвердить. Буксирная стропа, как и заявлено, полезна для удлинения тросов и аккуратная работа на больших расстояниях, скажем, при вытаскивании машины из брода. Не гонитесь за тоннажом. То есть там пишут 15 тонн. Если у вас машина весит 2,5 тонны, вам 15 тонн может и не понадобиться. Достаточно будет там 9-8. С другой стороны, не стоит доверять тем 200-300 килограммовым тросам, которые продают на заправках и в автомагазинах. Они не предназначены для дергания, это буксирные тросы. Стальные тросы ни в коем случае, цепи ни в коем случае. Оторвете про уши, но пробьете себе дверь, стекло можно отравнивать человека. Самое главное в технике безопасности – это надежные точки крепления. Ну и насколько бы вы не были уверены в своем оборудовании в автомобиле, не поленитесь выйти и посмотреть, из-за чего, собственно, машина застряла. Может быть, там бревно упирается в какой-нибудь агрегат, и вы просто не сможете его переехать, не повредив этот узел. Ну и удачи вам на бездорожье. Субтитры сделал DimaTorzok